Одной из самых вкусных, ярких и полезных ягод является черешня. Мы всегда с нетерпением ждем лето, чтобы насладиться любимым лакомством. В этом видео мы рассмотрим, какие полезные и вредные для организма свойства есть у данного продукта. В видео также можете узнать о пользе листьев и косточек черешни, и о том, что полезнее черешня или вишня. Поэтому прошу досмотреть ролик до конца. Еще хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрят целых 83% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, ценить работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка подписаться превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. От других фруктов или овощей черешня отличается сладким вкусом, который привлекает не только детей, но и взрослых. В этой ягоде целый набор витаминов, антиоксидантов и минеральных веществ, необходимых для здоровья сердечно-сосудистой системы, пищеварительной и нервной системы, а также костей и суставов. В современном мире черешню выращивают повсеместно, где позволяют температурные условия. Россия также не является исключением. А вот исторически первые ягоды появились в Древнем Риме. Считается, что впервые черешню попробовали путешественники в Керасунте. Однако долгое время ягода не была популярна. Затем люди стали замечать, что плод привлекает птиц, и черешня получила название «птичьей вишни». Спустя много лет, в конце 15 века, ягоду переименовали в уже известное нам название «черешня». Полезные свойства черешни для организма. В настоящий момент черешня не является лекарственным средством. Однако ее применение в комплексе с другими препаратами помогает при таких состояниях, как повышенное артериальное давление, вероятность развития тромбоза сосудов, высокий холестерин в крови, низкий иммунитет, частые простудные заболевания, проблемы с органами желудочно-кишечного тракта. А также в черешне содержатся витамины и незаменимые вещества для красоты кожи, волос и ногтей. Черешня при сахарном диабете. При данном заболевании необходимо ограничивать употребление сладкой пищи. Однако в черешне, несмотря на ее сладкий вкус, содержится природная глюкоза. Поэтому ягода обладает относительно низким гликемическим индексом – 25 единиц. При сахарном диабете употреблять черешню можно в небольших количествах. Достаточно маленький горсткий ягод. За счет содержания антиоксидантов и витаминов черешня укрепляет сосуды и улучшает кровообращение. Зачастую они повреждаются при данной патологии. Но при диабете черешню стоит употреблять только в чистом виде. Не допускается изготовление варенья или компота. При панкреатите. Воспаление поджелудочной железы требует соблюдения строгой диеты. В первые дни заболевания вообще назначается голод. По мере стихания остроты процесса рацион постепенно расширяется. Для больных панкреатитом можно готовить кисель или компот из черешни. В более поздний период разрешено употреблять ягодные муссы или желе. Если заболевание носит хронический характер и находится вне обострения, то есть никак себя не проявляет, то можно включить в свой рацион и свежую черешню. Главное ограничивать ее количество и не злоупотреблять. Не стоит кушать более 100 грамм ягод в сутки. Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление любых ягод, овощей или фруктов улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и снижает вероятность развития осложнений. В этих продуктах содержатся полезные вещества, улучшающие кровообращение, снижающие избыток холестерина, предотвращающие сгущение крови и тромбоз. Черешня в комплексе с другими средствами помогает при нарушении ритма и сердечной недостаточности, так как богата калием, который укрепляет сердечную мышцу и улучшает ее сокращение. Также ягода способствует расслаблению сосудов и снижению артериального давления, а входящие в ее состав антиоксиданты защищают клетки от воздействия свободных радикалов. При гастрите. При воспалении желудка необходимо соблюдать примерно такую же диету, которую мы описывали в случае панкреатита. В остром периоде запрещено употреблять любые ягоды и фрукты, а при улучшении состояния можно постепенно включать в рацион кисели, компоты и ягодное желе. Если мы говорим о хроническом гастрите в стадии ремиссии, то разрешено употреблять черешню и в свежем виде. В отличие от вишни, черешня не повышает кислотность в желудке, поэтому не ухудшает течение данного заболевания и не провоцирует изжогу. Кроме того, она помогает избавиться от запоров. Для кишечника. В черешне содержатся пищевые волокна, которые улучшают моторику кишечника и способствуют регулярному его опорожнению. Также данная ягода обволакивает стенку кишечника и способствует заживлению повреждений. Нередко при синдроме раздраженного кишечника применяют сушеные плоды черешни. Примерно 30 грамм продукта заливают водой и дают настояться. Затем пьют небольшими порциями несколько раз в день. При запорах. Черешня стимулирует сокращение кишечника и обеспечивает перемещение его содержимого. Она особенно эффективна при снижении двигательной активности кишечника. Прием 150-200 грамм черешни ежедневно поможет нормализовать стул и сделать его регулярным, а сам процесс безболезненным. При подагре. При данном заболевании нарушается обмен веществ и происходит накопление солей мочевой кислоты в мягких тканях и составах. Важным этапом контроля подагры является соблюдение диеты с ограничением мясных блюд. В данном случае черешня не является запрещенным продуктом. Ее можно смело употреблять при подагре, так как она снижает болевые ощущения в суставах и улучшает самочувствие. Можно употреблять черешню как в свежем виде, так и готовить с ней полезные отвары. Например, можно в одном литре воды сварить 4 столовые ложки хвостиков ягоды. Полученный в результате напиток необходимо процедить и пить по 2-3 стакана в сутки. Противораковое действие. Своим противоопухолевым эффектом черешня обязана входящим в ее состав антиоксидантам. Эти вещества защищают здоровые клетки организма от воздействия токсинов, свободных радикалов и опухолевых клеток. Они препятствуют развитию мутаций и распространению опухоли. Регулярное употребление черешни эффективно в профилактике колоректального рака. Польза черешни для женщин. Черешня помогает нормализовать гормональный фон в организме женщины, что уменьшает болевые ощущения при менструации. Также она улучшает реологию крови и предотвращает образование тромбов. Особенно это актуально для девушек, принимающих оральные контрацептивы. А также эта ягода содержит целый комплекс витаминов и минералов для молодости и красоты кожи, волос и ногтей. Польза для мужчин. Мужчинам черешня необходима для поддержания здоровья сердца и сосудов. А также ягода положительно влияет на мочеполовую систему представителей сильного пола. Она защищает предстательную железу от развития опухолей и стимулирует выработку мужских гормонов. Любителям спорта черешня придаст много энергии для успешных тренировок. В сутки достаточно съедать около 100-200 грамм продукта. Что полезнее, черешня или вишня? Несмотря на внешнюю схожесть, эти ягоды имеют немало отличительных признаков. Они различаются по своему составу. Вишня содержит меньше углеводов, но больше минералов. А черешня богата глюкозой. При этом она обладает небольшим гликемическим индексом 25 единиц и разрешена к употреблению при сахарном диабете. У вишни гликемический индекс равен 22-м, поэтому она более безопасна при данном заболевании. Черешня помогает снимать воспаление в суставах и облегчать самочувствие при болезнях опорно-двигательного аппарата. Ее включают в рацион при артритах и подагре. А вишня, благодаря мелатонину в своем составе, нормализует сон и гормональный фон в организме. Польза листьев и косточек черешни. Не все знают, что полезные вещества содержатся не только в самой ягоде, но и в ее косточках, листьях и хвостике. Стоит задуматься прежде, чем выбрасывать эти части. Их можно использовать для приготовления полезных отваров. Например, можно залить одну столовую ложку измельченных листьев стаканом горячей воды. Полученный отвар обладает антисептическими свойствами, поэтому его можно добавлять в ванночки для ног с целью профилактики грибка ногтей. Если в стакан кипятка добавить одну столовую ложку хвостика в черешне, то получится отвар, успокаивающий нервную систему. Такой напиток хорошо употреблять перед сном или после умственного переутомления. Такой эффект на нервную систему оказывает вещество амигдалин. Оно также содержится в косточках этой ягоды, поэтому их также можно использовать для приготовления отваров. Вред и противопоказания. Несмотря на сладкий вкус и огромное количество пользы, черешню можно есть не всем. Существуют заболевания, при которых от употребления данной ягоды стоит отказаться. Аллергия на черешню, обострение панкреатита, гастрита или язвы желудка, низкое артериальное давление, декомпенсация или тяжелое течение сахарного диабета, синдром раздраженного кишечника. Если вы сомневаетесь, можно с вашим диагнозом употреблять черешню или нельзя, то обязательно проконсультируйтесь с врачом и обсудите возможные побочные эффекты. Давайте рассмотрим, как черешня может навредить нашему организму. Во-первых, если ягода была выращена с добавлением токсических удобрений, то при ее употреблении они обязательно попадут в организм человека. Их влияние трудно предсказать, поэтому лучше отдать предпочтение черешне, выращенной в натуральных условиях. Чтобы избежать этой ситуации, покупайте ягоду у проверенных продавцов. Во-вторых, бесконтрольное поедание черешни может привести к развитию диареи и боли в животе, а также вызвать обострение хронических заболеваний. Поэтому контролируйте количество съеденного вами продукта. В сутки достаточно 150-200 грамм. Этот показатель очень индивидуальный для каждого человека. При сопутствующих заболеваниях суточная норма черешни может быть намного меньше. И наоборот, для абсолютно здорового взрослого человека или ребенка даже большее количество не нанесет никакого вреда. Для того, чтобы черешня была полезной и безопасной для здоровья, лучше ее покупать в сезон созревания. Тогда вероятность того, что она выращена в натуральных условиях, намного выше. Самый оптимальный вариант – это черешня из вашего сада. Когда вы сами знаете условия ее выращивания, то уверены в ее безопасности и пользе. Обязательно включите эту ягоду в свой рацион для насыщения организма витаминами и полезными веществами. Да, эта ягода по своим полезным свойствам уступает немного ирге, но все же она имеет ряд неспоримых достоинств. В этом видео я расскажу о составе и полезных свойствах черешни. Также немного, совсем немножечко, что я нашел о вреде и противопоказаниях к употреблению этой ягоды. Также расскажу, как употреблять правильно эти плоды. И немного о нюансах употребления черешни при грудном вскармливании. Кстати, во многих статьях пишут, что это не ягода черешни, не ягода, а фрукт. Однако, я не ботаник, и поэтому для меня не принципиально, что это ягода или фрукт. Я ее буду называть все-таки ягодой, потому что это более привычно. Для меня, как для диетолога, важнее, какую пользу или вред она может нанести организму. Но, как оказывается, черешня приносит практически исключительно пользу. В отличие от многих других ягод, которые имеют множество противопоказаний, из-за, в основном, своей кислоты, черешня не имеет этих противопоказаний и минусов. Так, например, черешня не разъедает зубную эмаль. В отличие от большинства ягод и ее родственницы, например, вишни, которые кислые, поэтому и агрессивные сахара и кислоты разъедают зубную эмаль. И доставляет множество проблем людям, которые их употребляют. Также черешня не раздражает желудок и двенадцатиперстную кишку. Точнее, их стены или слизистую желудка двенадцатиперстной кишки, в отличие от той же вишни и многих других ягод, которые, опять-таки, своими кислотами это делают, провоцируют язву и гастрит. И, соответственно, у черешни нет вот этих важных негативных свойств. Итак, давайте посмотрим, какие же положительные свойства имеет черешня благодаря своему замечательному составу. Состав ягоды богат и разнообразен, но отличается в зависимости от цвета плодов. В плодах темной окраски выше процент полезных веществ. Итак, например, калия в черешне около двухсот миллиграмм на сто грамм. Калий, как многим наверняка известно, очищает организм и нормализует сердечно-сосудистую деятельность. В черешне достаточно много, пятнадцать миллиграмм на сто грамм витамина С. Это мощный антиоксидант, который помогает нейтрализовать свободные радикалы, которые, как наверняка также вам известно, разрушают наши клетки. Черешня богата биофлавоноидами. Биофлавоноиды оказывают противовоспалительное и обезболивающее действие. Они полезны против подагры, так как снижают уровень мочевой кислоты. Также черешня богата фенольными соединениями. Они оказывают противораковое воздействие, усиливают защитные свойства организма, то есть усиливают нашу иммунную систему. Также в черешне высокое содержание витаминов группы В, витамина А и витамина Е. Еще черешня богата минералами, такими как железо, кальций, фосфор. Но о том, что кальций просто необходим в больших количествах ежедневно нашему организму, наверное, знает каждый. И вообще важность кальция-фосфорообмена признают и официальная, и неофициальная медицина. По воздействию на мышечную систему организма проводились многочисленные исследования, и оказалось, что сок черешни снимает боли после физических нагрузок. Противовоспалительные же свойства воздействуют на ревматоидный артрит и другие заболевания суставов, что сходно с действием лекарственного препарата ибупрофен. То есть пациенты заменяли ибупрофен черешней, и у них были практически такие же результаты. Ну, возможно, здесь и действие так называемого эффекта плацебо. Что касается сердечно-сосудистой системы, то черешня является источником калия, что важно для поддержания нормального кровяного давления. Он играет важную роль в этом балансе. Высокое содержание железа способствует синтезу гемоглобина и улучшает кровообращение. Витамины группы В, которыми богата черешня, благотворно действуют на нервную систему, снимают депрессивное и тревожное состояние. Мелатонин играет важную роль для борьбы с бессонницей. Поэтому черешня не настолько сильно, как ирган, но все же имеет успокаивающий эффект и помогает нам бороться с бессонницей. Ну, у кого есть эта проблема. Бета-каротин, которым богата черешня, он превращается в витамин А и ретинол. Он важен для зрения. Наверняка это знают все еще за школьных лет. Черешня нормализует пищеварение. Она обладает легким слабительным эффектом. Опять, не таким же, не таким сильным слабительным эффектом, как ирган, но также обладает. Она благотворна при лечении спазмического колита. Не вызывает изжоги и боли при язвах 12-перстной кишки и также при печеночных расстройствах. Калий вызывает мочегонное действие. Польза черешни проявляется для мочевыделительной системы в антисептическом действии. Витамины же А, В, С и Е улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Наверняка многие замечали, что после летнего периода, когда употребляют много ягод, овощей и фруктов, улучшается состояние кожи, волос и ногтей. В том числе и благодаря употреблению черешни, как одного из компонентов питания в этот период. Биологически активные вещества тормозят раковые процессы и укрепляют иммунитет. Ну, также, наверняка, многим известно, что заядлые мясоеды, например, гораздо более часто болеют раком, чем, например, те же самые вегетарианцы или еще реже сыроеды. Ну, опять-таки, немножко нужно сказать о вреде и противопоказаниях к употреблению черешни. Совсем немножко то, что я нашел. Итак, нежелательно употреблять черешни в большом количестве диабетиком. Дело в том, что сладость может спровоцировать приступ у этих людей. Если не вести строгий учет, сколько поступает углеводов в организм, то может резко повыситься уровень сахара в крови. Но понятно, что это чревато для этих больных. Также, что касается черешни, то она немного может быть аллергенной ягодой. Поэтому нужно тот, кто склонен к аллергии, все-таки следить, чтобы не есть ее в большом количестве. Однако, напомню, что главным аллергеном является чужеродный животный белок. Если мы сократим его потребление, то аллергия, скорее всего, вас покинет. Также черешня противопоказана при спайках кишечники. Ну, это довольно редко у кого-то встречается. Поэтому практически противопоказаний черешни нет. И все, что мы имеем с противопоказаниями черешни, они имеются при злоупотреблении этой ягодой. А если есть ее не более 300 грамм в сутки, то не будет проблем даже и у аллергиков и диабетиков. Итак, как же употреблять черешню? Употреблять черешню нужно не смешивая с белковой, с углеводной пищей вареной. То есть, черешню можно употреблять с любыми фруктами, ягодами, овощами, не крахмалистыми, опять-таки сырыми, либо водой. Нежелательно черешню варить, то есть делать из нее какие-либо компоты, либо делать из нее варенье. Дело в том, что большинство полезных веществ в таком случае погибает. Лучше ее употреблять сырой, либо ее замораживать, если вы хотите сохранить ее на зиму. Если не замораживать, то можно еще сушить в дегидраторе. Однако самую большую пользу она принесет, если вы будете ее есть свежей. Если вы заморозите, либо высушите в дегидраторе при температуре не выше 40 градусов, то она сохранит более 70% своих полезных веществ, что в принципе тоже неплохо, особенно в зимний период. И так еще немного напоследок о нюансах употребления черешни при грудном скармливании. Низкая способность вызывать аллергию позволяет черешню ежедневно употреблять в пищу беременным и кормящим женщинам. Пюре из нее с удовольствием добавляют в качестве прикорма в первые месяцы жизни младенца, и оно не наносит вреда. При грудном скармливании следует учитывать, что чрезмерное увлечение черешней может вызвать понос у ребенка и колики. Проверьте наличие аллергической реакции и ешьте поначалу по несколько ягод, пока не убедитесь, что у младенца нет кожных высыпаний. Продолжение следует... Продолжение следует...